Привет, рыбки! С вами я, Лена Ангелвиль, и приветствую вас на супер-марафоне мастер-классов от моих подписчиков, от моих рыбок, которые участвовали в мега-конкурсе мастер-классов на моем канале. Сегодня я хочу познакомить вас с творчеством Регины Эппл ТВ, которая расскажет вам, как сделать для девочки Монстер Хай платье в украинском стиле. Если вы в теме, не переключайтесь! Мы начинаем! Всем привет! Сегодня я решила заснять видео специально для канала Ангелвиль. И для того, чтобы сделать такой вот симпатичный костюмчик для кукол, нам понадобится Ножницы, ручка или карандаш, пуговица, иголка, белая ткань, зеленая ткань, сантиметровая лента, резинка и тесьма с принтом вышивки. Нити в цвет юбки. Сначала я беру сантиметровую ленту и измеряю обхват талии куклы. Эти мерки я записываю для изготовления юбки. Теперь мы должны отмерить длину нашей юбки. И я отмерила 8 сантиметров. Потом я вырезала из ткани прямоугольник, ширина которого равна двум обхватам талии куклы, а длина прямоугольника равна длине юбки и припусков на обработку срезов. Приступаем к пошиву нашей юбки. Для этого я складываю детали лицевой стороной вовнутрь, совмещая боковые срезы. И потом сметаю по боковому срезу. Край строчки я закрепляю петлей. После этого я беру нитки потемнее и прошиваю строчку назад иголка. И так я прошила до конца. Теперь я удаляю наметку. Для этого мы подгибаем нашу ткань вот так вот два раза. И так же второй раз. Теперь метаем по самому краешку. Теперь мы снова прошиваем шов назад иголка, а наметку позже удалим. Вот так вот у меня получилось. И как вы видите, я уже удалила обметку. И тут мы должны сделать то же самое. Теперь выворачиваем и пришиваем отделочную тесьму. И вот так вот у меня получилось. Нам осталось вставить только резинку и юбка готова. Вот так получилось у меня. Мне кажется, что очень даже симпатично. После этого я на ткани обвела и вырезала вот такую вот фигуру. Можно сказать, что похоже на букву Т. И это будет наша вышиванка. Такую вышиванку сделать очень просто. И для начала нам нужно пришить тесьму впереди. Теперь я прошиваю рукава. А петельным швом прошиваю боковые срезы. Вот так вот у меня получились все внутренние швы. Обратите внимание на то, что здесь нужно сделать вот такую вот петельку для пуговицы. Теперь нам осталось перешить только пуговицу. Вот такой вот образ у нас получился. Но, конечно, неотъемлемое частью украинского костюма является венок. И как вы уже догадались, сейчас мы с вами будем делать венок. И для этого нам понадобится проволока, отмеренная по голове куклы. И бусины в форме цветов. Тут все просто. Берем проволоку и на нее надеваем наши цветочки. Вот такой вот венок получился у меня. На этом наш образ закончен. Вот, собственно, и все. Очень интересный и необычный мастер-класс, правда? Я думаю, что такое обязательно стоит поощрить. Поэтому, Регина, у меня есть кое-что приятное для тебя. Во-первых, обязательно я хочу отправить тебе письмо. Потому что это мило, и я думаю, ты будешь рада его почитать. Вместе с ним, конечно же, магнитик на холодильник. И именную сигну, в котором уже вписано твое имя. Обязательно израильская вкусняшка Бамба. И вот такой вот комодик для твоих кукол. Я думаю, ты шьешь уже не в первый раз. И тебе нужно место, в которое куколки будут складывать свои платья и другие костюмчики. Поэтому, надеюсь, этот комодик тебе пригодится. Плюс ко всему, как ты видишь, везде он одинаковый и деревянный. Почему? Потому что ты сможешь украсить его так, как ты сама захочешь. И покрасить в тот цвет, который тебе нравится. Я надеюсь, что эти милые подарочки заставили сейчас тебя улыбнуться. Поэтому обязательно жду твой адресок на почту Ну а вам, ребята, надеюсь, это видео было как интересным, так и полезным. Любите игрушки, живите в сказки и верьте в чудо. Ну а мы встретимся очень скоро в новых видео здесь, на Ангел Вилле. Пока-пока! А я советую тебе посмотреть два других видео на моем канале. Это, конечно же, распаковка куколки Братс и Цибицы Поп Старс. Прошлый мастер-класс по созданию пенала, карандашей и точилок для кукол. Не забудь поставить лайк этому видео, если оно тебе понравилось, чтобы я знала, делать ли такие видео в будущем. И, конечно же, подписаться на канал, чтобы всегда быть самым первым.